Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Однажды Иисус рассказал одну историю Один человек устроил барашный пир И пригласил многих званых, особых людей Которых решил пригласить И никто не пришел Каждый нашел какую-то причину И написано, что Хозяин барашного пира сказал Идите на распутье И всех, кого найдете, зовите на барашный пир Чтобы дом мой восполнился возлежащими Знаете, Бог каждого из нас из разных мест Нашел, привел сюда, чтобы этот дом наполнился Бог собирает свой народ Пусть Бог благословит тебя Слава Господу За каждого из вас Знаете, смотрю, и тут, наверное, примерно полторы тысячи человек Пусть Бог благословит вас Ты даже не представляешь, насколько хорошо, что ты сегодня здесь Так хорошо, что ты решил наполнить дом Божий Пусть Божье благословение будет на тебе возлюблены Я сегодня хочу немного поделиться из Слова Божьего Сегодня в основном я буду говорить о Рождестве Иисуса Впервые в жизни я буду говорить сразу из четырех Евангелий Такое было очень редко, на самом деле Когда говорил из двух Из трех я вообще не помню А из четырех вообще никогда не было Так что сегодня Мы прониклись в все Библии И первое, что я хочу сегодня прочитать Из Исаии 9 глава 6 стих Это то место Исаия 9.6 Все евреи хотят, чтобы это место было стерто Чтобы это место никто не видел Псеводосвидетели Иеговы, так называемые Поменяли это место и написали что-то другое Потому что многих это не устраивает Мусульман вообще не устраивает это место Но это место есть Это написано в нашем Слове Божьем И это никто не может стереть Потому что это написал наш Бог То, что говорит наш Бог Никто не может стереть То, что пишет Бог в твоем сердце Никто не может стереть Кроме тебя, если ты сам не ударишь своей рукой Читаю это место Ибо младенец родился нам Сын дам нам Владычество на раменах его И нарекут имя ему Чудный Советник Бог крепкий Отец Вечности Представляете, что здесь сказано? И в конце князь мира Слава Господу Сколько бы сегодня не говорили люди Что Бог Иисус не Бог Но об этом написано Сколько бы люди не говорили Бог Ну это Сын Божий Он не Бог Он не Ровен Не такой Он значимый Они отличаются? Нет Возлюбленный, прочитаю еще раз Бог Крепкий Отец Вечности Бог уже сказал свое слово Кто бы что ни говорил Наш Бог Триедин Отец, Сын и Дух Святой Кто бы что ни говорил Слава Господу Слава Богу И знаете В конце он говорит Я хочу обратить ваше внимание На последние слова Написано Князь мира Знаете, этот мир Знаете, как он В очередной раз Сошел с ума Весь мир Отмечает год дракона Вы слышали про это, да? Все отмечают год дракона И знаете, что плохо на самом деле? Что даже на государственных телеканалах Рекламируют дракона Везде рекламируют Я даже услышал, как Во время новогоднего происшествия Все говорили, что этот год Новогоднего дракона Этот дракон принесет нам мир Я только что прочитал Кто есть князь мира Кто только может принести этот мир Дракон не может принести этот мир Знаете, на юге Нашей страны У администрации города Установили статую дракона И говорят Я хочу прочитать это место Вот цитировать это место Которое они объявили Великолепная и особенная инициатива Дракон ознаменует силу Начался год дракона И статуя дракона Должна быть установлена Как символ силы Вы представляете? Уже народ настолько помешался Они даже не понимают, что делают Они в самой напряженной местности Поставили статую дракона Вы не боитесь, что Господь умоет свои руки И однажды Ваш сосед придет И вас, и вашего дракона Поведет в плен Люди совсем с ума сошли Они делают все, что угодно Чтобы разозлить Бога Знаете, дракон не может принести мир Только Иисус может принести мир У дракона ничего общего с нашим народом Мы христианский народ Мы христиане Знаете, что написано о драконе? О нем написано в книге Откровения Хотите, прочитаю это место? Прочитаю, что написано Поехали, любимого дракона Знаете, что написано? Написано И неизвержен был великий дракон Великий дракон Древний змей Так и написано Древний змей Называемый дьяволом И сатаною Обольщающий всю вселенную Неизвержен на землю В Библии есть только один дракон И это сатана Как может христианский народ Объявить год сатаны? Вы понимаете, насколько Все помешалось? Я уже решил не говорить об этом Хотят трендес, пускай отмечают Хотят поклоняться Драконы, пускай поклоняются Я решил ничего не говорить об этом уже Но иногда я не выдерживаю И думаю Насколько должен быть слепым народ Чтобы приглашать дракона Принимая во внимание Что этот год на самом деле тяжелый год Помните, я в начале 20-го года Сказал, что будет очень тяжелый год В самом начале года В этом году будет намного хуже Для этого мира Чем было в 20-м году Намного хуже Но не для тебя Только не потому, что для тебя Для всего мира будет плохо Но не для меня с тобой Для нас с тобой У Бога Год Иисуса Для нас уже 2000 лет Года Иисуса Аминь, аминь Поэтому Кого пригласит дракона Кто пригласит дракона У того будет год дракона А кто пригласит Иисуса У того будет год Иисуса Если у тебя дома Висят календарь дракона Статуя дракона То дракон и придет тебе домой в гости Кого ты пригласишь Того год и будет Но если в твоем доме Библия И в твоем доме звучит молитва Иисусу И ты откроешь твои двери И скажешь Иисус, мои двери 24 на 0 открыто для тебя. Можешь не стучать. Когда хочешь, приходи. 24 часа открыто для тебя. В твоем доме будет год Иисуса возлюбленный. Аминь. В этом есть разница. Кто кого пригласит. Знаешь, ты не можешь пригласить Ашота, допустим, а придет Симон. Нет, если ты пригласил Ашота, то он и придет. И вдруг приходит Симон и говорит, у Ашота не было времени, я знал, что ты пригласил его, приготовился, я пришел. Но ты не хотел пригласить Симона? Ты его и не любил, и не хотел его принимать? Кого пригласишь, возлюбленный, тот и придет. Поэтому прошу тебя, позвони всем своим родственникам и скажи, пожалуйста, не приглашайте дракона в ваш дом. Этот год для Иисуса. Если вы хотите, чтобы было хорошо, хотите, чтобы был мир, пригласите, пожалуйста, Иисуса. Пригласите Иисуса, чтобы иметь благословение. Слава Господу. Давайте поговорим об Иисусе. Давайте поговорим об Иисусе. Сегодня Рождество Иисуса. Сегодняшнее слово я назвал «Бог восполняет твои нужды». Что бы ни происходило, Бог восполняет твои нужды. Потому что Он заботливый Отец. И на примере Иисуса мы будем смотреть это. Буду рассказывать об Иисусе, буду читать о Нем, и будем сравнивать, насколько заботливый Отец относится к Своему Сыну. И ты во Христе тоже Его ребенок. И смотрите, пойду в самое начало, что связано с Рождеством Иисуса. Несколько вещей, которые приготовил Отец для Иисуса. Смотрите, первое, что приготовил Иисус, Он приготовил человека. Точнее, то, что приготовил Отец, Он приготовил человека. У Марка 1 глава с 1 стиха. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». «Глаз выпивающего в пустыне, приготовьте путь Господу, примем и сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Смотрите, Иисус еще не родился, Бог уже приготовил человека. Бог приготовил человека, чтобы когда Иисус родится, чтобы сердца людей были готовы уже. Потому что Бог есть заботливый Отец. И Он не стал все возлагать на Иисуса. Нам кажется, что Бог сказал, «Иди и делай, что хочешь». Нет, на самом деле. Бог все уже приготовил для Иисуса. И для тебя тоже Бог все приготовил. Бог для тебя все приготовил. Ты никогда не думаешь, что Бог тебя пустил на самотек и говорит, «В этой трудной ситуации делай, что хочешь». Нет. Бог все приготовил для тебя. И выход, и путь, и помощников. Все приготовил Господь. Смотрите, Иисус еще не родился. Родился уже Иоанн Креститель. Чтобы крестить людей, чтобы подготовить людей. Второе, что приготовил Бог. Бог приготовил место. Бог приготовил место, территорию. Он не просто где-то случайно родился. Бог обо всем уже позаботился. Смотрите, в Евангелии от Луки во второй главе написаны интересные слова. С первого стиха. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первое в правлении к Верне Сирии. Знаете, кажется, что что-то случайное. Кесарь просто случайно решил провести перепись. Нет, конечно. Бог особо коснулся сердца Кесаря, чтобы он впервые решил провести перепись. Знаете, почему? Особо именно для одного. Чтобы сбылось пророчество. Чтобы сбылось одно пророчество, Бог весь осознанный мир перемешал. Просто чтобы сбылось одно пророчество. Чтобы приготовить место, где должен родиться Иисус. Написано, «И пошли все записываться, каждый в свой город». И пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Смотрите, Иосиф жил в Назарете. Мария была беременна, она должна была родить в Назарете. Но если бы она родила в Назарете, то пророчество не сбылось бы. Но Бог уже приготовил это место. Что он сделал? Бог изменил сердце Кесаря, чтобы он решил провести перепись. Во время переписи каждый должен был прийти в свой город, чтобы записаться там. Иосиф пришел в Вифлеем, чтобы Иисус родился именно в Вифлееме. Иисус должен был родиться в Вифлееме. Потому что пророчество говорится, что спаситель ваш придет из Вифлеема. Поэтому перед священником задали Иисусу тысячу вопросов. Тысячу вопросов. Какой только глупый вопрос, через кого угодно только не спросили, чтобы уловить его. И знаете, на основе Писания они хотели доказать, они на основе Писания хотели доказать, что Иисус не может быть спасителем Мессии, потому что Мессия должен родиться в Вифлееме. Они на основе Писания хотели доказать. Но они были настолько самовлюбленные, что даже не подошли к Иисусу и не спросили. Они задали ему тысячу вопросов. Ну, спросили бы ему, где ты родился? Нет, он пришел из Назарета, значит, он из Назареем. Никто не спросил, а где ты родился вообще? Если бы он сказал, я родился в Вифлееме, может быть, они задумались бы, я не знаю, что может быть, он спаситель. Но они были настолько самовлюбленные, никто не задал этот вопрос. Никто не спросил его, где ты родился? Знаете, на самом деле, самая большая проблема самовлюбленности не в том, что ты любишь себя. Знаете, что самая большая проблема? Что когда ты уже никого не замечаешь, ты уже настолько увлечен собой, что никого не замечаешь. Они уже были уверены, что они правы, и никто из них не спросил Иисуса, а где ты родился? Скажи, пожалуйста, где ты родился? Что только не спросили, какую глупость, только не спросили, но это не спросили. Но Бог приготовил путь, чтобы именно в Вифлеме Он родился. Он сделал все. Перепись населения, перепись этого мира. Что только не сделал, для того, чтобы Иосиф пришел в место своего рождения, чтобы там родился ребенок. И что сделал еще Господь? Третье, что сделал Господь? Смотрите, Иисус еще не родился. Бог уже все приготовил. Смотрите, как только родился Иисус, как только родился Иисус, уже возник другой вопрос. Финансовый. Для Иисуса Господь, Он еще еще не родился, Он уже решил вопрос с финансами. Знаете, написано, что первым ангел сказал пастухам, что вы здесь делаете? Пойдите-ка туда. Там, в Холливу, смотрите, кто родился. По всей вероятности, пастухи взяли молоко и сыр по-любому. Но на самом деле, основа была не в этом. Это было не основное. Помните, где Он был основным спонсором Иисуса? Матфея 2 главе написано, что волхвы пришли из другой страны вообще. Из другой страны, представляете, они пришли не на самолете. Может быть, недели или месяцы они были в пути. Иисус еще не родился. Они пришли из другой местности, чтобы финансировать Иисуса. Знаете, что там написано? И войдя в дом, не в хлеб, на самом деле, а в дом, Иисус уже пришел в дом. Люди рисуют картинки такие. Иисус родился, младенец, рядом пастухи и волхвы и много людей. Такого на самом деле не было. Это только в картинках. Иисус уже был в доме. Это в этот день просто не было места в гостинице. Потом Иосиф однозначно взял дом, потому что волхвы пришли домой. И может быть, не в этот день, а через пару дней. И они пришли в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и поклонились ему. И отрыв сарковища свои, принесли ему дары. Золото, ладан и смирн. Смотрите, да? Видите? Неверующие волхвы принесли дары Иисусу. Иногда некоторых христиан надо убедить, чтобы они принесли пожертвование. А тут неверующие волхвы принесли дары ему. Это не случайные люди были на самом деле. Это были настолько значимые люди, настолько высокого ранга, просто представь себе. Очень трудно на самом деле. Когда незнакомый человек какой-то приходит, и царь его сразу принимает. Ты должен иметь какое-то значение, ты должен из себя что-то представлять, чтобы царь тебя принимал. Они пришли из незнакомой страны, из дальней страны. Были очень богатые и знаменитые люди. Так что Ирод их принял. Но этих людей Бог привел специально для того, чтобы они приготовили финансы для Иисуса. Потому что вскоре они должны были отправиться в туристический путешествия в Египет. Сейчас многие едут туда, правда? Скажу, ничего нового не делайте. До этого Иисус уже пошел туда. Ничего нового не делайте. Ангел сказал Иосифу, возьми ребенка и иди в Египет, потому что Ирод хочет покупать его. для этого Египта нужны были финансы на самом деле. Там же All Inclusive уже были финансы. До того, как Бог отправил их в Египет, Бог уже приготовил финансы и дал им финансы. Написано, что они пересли много золота, ладан и смирну. И далее. Смотрите, насколько заботливый Бог наш. Бог делает все. До того, как Он скажет тебе действуй, Он уже многое приготовит. Четвертый, знаете, что приготовил Бог для Иисуса? Он приготовил благословение. Благословение очень важно. Проклятие очень опасно. Так что живите так, чтобы не приглашали на вас проклятие. Не делайте зло, чтобы не приглашали проклятие на вашу жизнь. Чтобы вас благословляли. Это очень важно. Чтобы в твоей жизни действовало благословение. Смотрите, Иисус только родился, и что сделал Бог? Сейчас прочитаю вам. Был там один добрый дедушка, хороший, приятный. Представляете, Бог не отпускал его, чтобы он умер. Можно я к тебе пойду? Нет, подожди. Можно к тебе? Нет, подожди. Потерпи еще. Сейчас прочитаю это место. Потерпи, тебе надо кое-что сделать. Луки 2 глава, 25 стиха. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Представляете, да, какой хороший человек. Благочестивый, праведный, и Дух Святой на нем. Этот человек ожидал, когда он пойдет к Отцу, но ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Представляете, Бог ему сказал, ты не увидишь смерти, доколе не увидишь Христа. Не для того, чтобы просто увидеть и сказать, что я его увидел. Нет, тебе кое-что нужно сделать. Как будто отец сказал, пока не благословюсь моего сына, не позволю прийти ко мне. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь рабат твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, очи мои, твое спасение. Представляете, как только он взял Иисуса на руки, он сказал, о, сейчас ты уже отпустишь рабат своего, Господи. До тех пор Бог его не отпускал. Нет, останешься до тех пор, пока не благословишь моего сына. И в следующем стихе написано, «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, все лежат в сей нападении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, и да откроются помышления многих сердец». Смотрите, он и благословил, и сказал пророчество, что весь Израиль будет пререкаться из-за Иисуса. И только весь Израиль возмутился, весь мир возмутился из-за Иисуса. Потому что Иисус сказал, «Я не пришел поселать под вас мягкую солому». Он говорит, «Я пришел и принес меч, принес разделение». Знаете, самое большое разделение сделал Иисус. Он провел черту. Для восьми миллиардов человек есть одна линия. Линия разделяющая. И он встал в одну сторону от линии, и он сказал, «Кто со мной, пусть станет в эту сторону, а кто не со мной, неважно с кем, пусть станет в ту сторону». Я пришел разделить отца и сына, мужа и жену. Если муж буддист, а жена христианка, если муж решил стать буддистом, то они уже разведены и все. То они разлучены. Если человек с Богом, допустим, а жена с Будды, то они уже разлучены. Симон даже говорит, что «Мария, тебе самой оружие пройдет душу». Помните, была ситуация, когда Мария думала, что Иисус сошел с ума, пошел привезти его домой. Он говорит, «Тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». И никто не скажет, «Ой, никто не знает, что у меня внутри происходит». Линия уже прочерчена. Линия разделяющая. Иисус стоит во эту сторону. Кто придет к нему, придет. Кто не придет к нему, тот противится ему на самом деле. Кто не с ним, не имеет с кем. Не имеет значения, с кем ты. И сколько оправданий ты придумаешь. Есть одна линия. Он пришел, чтобы провести разделение. И Симон сказал, «Оружие пройдет тебе тоже душу». Он пришел, благословил. Смотрите, ребенок только родился. Смотрите. Тот, который приготовит ему путь, Иоанн Креститель, который старше него, он уже растет вместе с ним, чтобы приготовить ему путь. Финансы есть. Финансы есть, чтобы ехать в Египет. Благословение получили от дедушки. Мало этого, еще одно благословение приготовил Господь. В 36-м стихе написано, «Тут была также Анна Пророчица, дочь Финуилова, от колена Асирова». Анна там тоже была, оказывается. «Достища глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, который не отходил от храма, постом и молитву служа Богу день и ночь». И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, о ждавшем избавления в Иерусалиме. Знаешь, что интересно? Эта женщина очень интересная, на самом деле. А потом Симон Старец пришел, чтобы благословить Иисуса, и Он, Креститель, родился, чтобы приготовить путь Ему. А Анна, знаешь, что делает? Анна делает два в одном. Благодаря Симон Старца прибавляет миссию Иоанна приготовить путь. Первый путь приготовила Анна, на самом деле, знаете? Здесь написано. Почти еще раз. Анна начинает дело Иоанна, чтобы он продолжил. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, о ждавшем избавления в Иерусалиме. Представляете, да? Анна была первой, которая начала говорить об Иисусе. Люди, ваш Спаситель родился. Она в Иерусалиме говорила всем, которые ждали избавления. Она говорила, ваш Спаситель пришел. А что нам делать? Подождите, лет через 30 Иоанн скажет, что надо делать до тех пор, пока Иисус войдет в свое служение. Знаете, что интересно? В 39-м стихе написано так. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Иисусу было 8 лет, когда его обрезали. Все процедуры совершили по закону. Знаете почему? Все совершили по закону. Это очень важно, на самом деле, возлюбленные. Мы должны это понимать. Христианство строится на этом основании. Кто не понимает это? Он идет и подпадает опять под проклятие. Смотрите. Иисус исполнил закон. Знаете почему? Он сказал, я не пришел разрушить, я пришел исполнить. Иисус исполнил закон, и все восполнил. Взял проклятие, которое из-за закона, чтобы ты не имел ничего общего с законом. Он все совершил, чтобы тебе не нужно было подать под этот закон. Я вообще удивляюсь, как христиане входят в какие-то там, не знаю, иудейские правила какие-то, начинают соблюдать иудейские правила, какие-то законы, какие-то положения из закона. Не есть свинину. Каждый кто-то вычленяет какие-то правила и начинает соблюдать. Чтобы соблюдать закон. Христос искупил нас от проклятия закона. Аминь. Он нас искупил уже. Нам не нужно соблюдать все и подпадать под проклятие. Иисус все исполнил для того, чтобы нам не нужно было исполнять его. Чтобы ни у кого из нас не было обязанности соблюдать закон. Он закончил все. Он исполнил и восполнил закон. Поэтому через его кровь мы вошли в Новый Завет. Если через Моисея евреи вошли в закон, а мы через кровь Иисуса вошли в Новый Завет. Нам не нужно соблюдать закон, соблюдать субботу, не делать работу, то, сё, пятое, десятое. Это не есть, то не есть. Павел говорит, любую еду благословил, кушай. Если ты берешь с благодарением, то кушай. И последнее, о, не последнее, пятое. Я пройду еще раз. Смотрите. Вначале он приготовил человека, потом приготовил место. Иоанна, Вифлеем. Третье приготовил финансы, то, что принесли Валхвы. Четвертое приготовил благословение. И Симон старец благословил, и Иоанна правительство благословило Иисуса. И пятое, знаете, что он приготовил? Он обеспечил свое присутствие для Иисуса, с самого младенчества. Отец обеспечил свое присутствие. Он не оставил Иисуса одного. В той же самой главе, в Луки 2 главе с 40 стихом написано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Благодать Божия была на нем, на младенца. Когда ты духовно младенец, Божия благодать на тебе. Я помню, как в начале, когда только покаялся, я думаю, «Почему только в начале, Господи? А почему не сейчас?» Знаете, я встал, 15 дней не было дождя, допустим, я встал, сказал, «Господи, я прошу Тебя, пусть прямо сейчас будет дождь». Там было солнце, ни одного облачка. Я прошу, чтобы было облачко, потому что мои родители были тогда неверующие, чтобы они увидели, что Бог реален. Я был подростком. Знаете, очень быстро, не знаю откуда. В пустом небе возникло какое-то облако, прямо надо мной. Несколько капель умала на голову, и потом исчезло. Это было смешно на самом деле. Но в младенце духовного Господь ведет в своей благодати. Он учит, помогает, поднимает. Не для того, чтобы ты делал по своему уму. Он помогает тебе, чтобы ты делал то, что ты видишь. Знаешь, чтобы Он ведет тебя. Помните, что говорил Иисус? Он говорил, «Ничего не делаю от себя. Я от себя ничего не делаю. Это не сам по-собой я делаю. Он говорит, «То, что я вижу у Отца, то и делаю. То, что мне показывает Отец, то я и делаю». Смотрите, это совершенное водительство. Когда ты не считаешь, что надо обязательно что-то делать своим умом, чтобы показать, какой ты умный. Когда ты хочешь, чтобы Господь тебя вел. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына, и показывает Ему все. Возлюбленный Отец тебя любит. Он показывает тебе все, что есть в твоей жизни. Остается, чтобы ты видел это, чтобы ты чувствовал, чтобы ты слышал, чтобы ты был чувствителен к Богу. Ты не можешь лазить по бестолковым сайтам с утра и до вечера. Потом жаловаться, конечно, я прошу прощения за это. Потом жаловаться на то, что ты, допустим, не слышишь Бога, и ты думаешь, что ты чувствителен к Богу. Ты должен иметь общение с Богом, на самом деле. Ты можешь, допустим, нельзя, знаете, не говорить с человеком, не общаться с человеком и говорить, почему он со мной не разговаривает. То он тебе 10 лет говорил, а ты не ответил. Бог общения. У Бога диалог, у Него не монолог. Шестое. Я подхожу к концу. Мы сегодня будем принимать вечерю Господнюю. Смотрите, сколько всего приготовил Отец для Иисуса. И что, знаете что? Бог заботливо все приготовил. Но пришел момент, когда Иисусу нужно было совершить собственный шаг. И Бог оставил его. Знаете, очень интересно, в нашей жизни тоже такое происходит. Мы хотим, чтобы в любой ситуации Бог был с нами. Но приходит момент, когда ты должен принимать решение между жизнью и смертью, и Бог оставляет тебя. И оставляет не потому, что не любит тебя или там неинтересен ты Ему. Но Он оставляет тебя, чтобы ты прошел свой крест, прошел свой путь, чтобы ты совершил свой шаг и принял свое решение. Вот там уже видно. Знаешь, связь Иисуса с Отцом не была видна, когда... Конечно, она была, но не была видна там, где Он совершал чудеса, совершал знамения, когда Он ходил по воде, когда Он умножал рыбы, хлеба. Знаешь, где видна твоя связь? Не Его связь с тобой, а твоя связь с Ним. Когда ты остался один? Когда Его нет рядом с тобой. Вот тогда видна... Видно тогда, ты с Ним или нет. Знаете, связь Отца с Иисусом всегда была видна. Но связь Иисуса с Отцом... Знаете, когда была видна? На кресте. Когда Он сказал или, или, ла маса вахвани. Мой Бог, почему оставил ты меня? Он оставил его. Вот там стало заметно не связь Отца с тобой, а твоя связь с Отцом. Вот там ты увидишь, ты пройдешь свой крест? Или ты скажешь, ой, что-то как-то родственник мой слишком сильно меня гонит, поэтому я не хожу в церковь больше. Я, конечно, тоже люблю Бога, но в сердце, в мыслях. Потому что, когда только начинаю говорить, всегда гонят на меня. Значит, ты говоришь правильные вещи, если тебя гонят. Если ты говорил что-то неправильное, дьявол бы аплодировал, тебя бы не гнали. Вот там уже видно. Отец, конечно, с нами. А мы с Ним или нет? Знаешь, на кресте было видно, когда Отец оставил Его, сказал, вот эту часть Иисуса ты должен пройти сам. Знаешь, эту часть Иисус почувствовал на себе, что что-то поменялось. Он сказал, что произошло? Почему я остался один? Нет, это место ты должен пройти сам. В нашей жизни тоже есть это место возлюбленное. Когда Иисус говорил, возьми свой крест, иди за Мною. Куда? На крест. Вот там уже видно. Вот это то место, где уже должна быть видна твоя связь с Богом. Или ты отречешься от Иисуса и будешь жить в удовольствии, отречешься от Иисуса, и твои друзья скажут, да это наш братан, пьет так же, как и мы. Или ты должен распять себя. А друзья скажут, и этот даже. Вроде был нормальным парнем. Слава Господу. Знаете, на кресте на самом деле Иисус не мог сказать, что вижу отца, то и делаю. Там он остался один. Бог оставил его одного. Он оставил для того, чтобы показать нам с тобой, что Иисус, даже когда был сам, он был с Господом, он был с Отцом. Он до последнего был верен. Он до смерти был верен. То, что хочет Бог видеть в нас. Смотрите, сегодня мы отмечаем Рождество Иисуса. Мы отмечаем, радуемся. Знаешь, тот же самый Бог, который сохранял Иисуса, хранит и нас с тобой. То, что я прочитал, Бог и для нас тоже приготовил спасение. Мы даже не знали еще. Бог уже до нас, приготовил человека, как Иоанна Крестителя. Может, Георг его зовут. Чтобы он покаялся. Чтобы потом прийти, поговорить с тобой, и чтобы ты покаялся. То есть, для твоего покаяния он уже приготовил человека. Слава Господу. Он для тебя приготовил место. В Ереване вокруг тебя были одни верующие, а ты не каялся. Но Бог ждал. Сейчас он придет в Москву и подарит свою жизнь мне. Он приготовил место. Слава Господу. Финансы приготовил для тебя. Знаешь, как много людей, которые здесь сегодня присутствуют, когда скажу, поднимите руки, если скажу, поднимите руки, с пустыми карманами пришли к Богу. И потом все начали цвести. Очень многие. Я не хочу об этом говорить, чтобы подняли руки. Не говорю, чтобы подняли руки. Они уже поднимают руки. Не говорю об этом. А если скажу, что будет... Знаете, как много людей, которые вошли в церковь, еще даже ничего не понимали. Как только на входе группа порядка приготовила благословение, он пришел первый раз, а ему уже говорят, благослови тебя Господь. Бог приготовил благословение для тебя. Ты думаешь, это этот человек тебе говорит? Нет. Бог специально приготовил этого человека. За три часа до тебя он пришел сюда, чтобы благословить тебя. Бог приготовил его. Бог приготовил благодать свою, чтобы вести тебя. Так много времени уже с ним, и ты хочешь сделать какой-то шаг, и вроде думаешь, что изнутри что-то тебя останавливает. Ты оттягиваешься, и ты видишь, что что-то плохое произошло. Бог приготовил благодать, чтобы сохранить тебя от всяких проблем. У Бога есть свой путь. Пару дней назад один из наших братьев свидетельствовал мне. Он говорит, что у них большая станция, подстанция во дворе, и она горела. Ребенок вышел, увидел. Потом он рассказывал, знаете, почему ребенок вышел? Он говорит, папа, знаешь, почему я вышел? Потому что во сне пастор пришел и сказал, ты выйдешь и увидишь, что горит, и ты потушишь. Бог готовит. Бог ведет в благодати, чтобы ты не пострадал. Если бы этот ребенок не вышел, все бы взорвалось. Бог во сне сказал ребенку, утром выйдешь и решит вопрос. Бог для каждого из нас приготовил водительство благодати. Написано, что ребенок рос, младенец рос, и благодать Божия была на нем. Но во всем этом есть и шестой возлюбленный. Бог иногда оставляет нас одних. Знаешь, он всегда с нами, но иногда нас оставляет одних, чтобы смотреть, мы с ним или нет. Это очень важно в нашей жизни. Он хочет посмотреть, мы с ним, или только когда он с нами, мы тогда чувствуем себя хорошо и говорим, мы тебя тоже любим. Знаете, когда, допустим, ребенку своему говоришь, сынок, я тебя очень люблю. Он тебе говорит, пап, я тебя тоже очень люблю. Но так хочешь, чтобы ты ничего не говорил, однажды он приходит к тебе, обнимает тебя и говорит, я тебя очень люблю. Ты же хочешь, чтобы он говорил это не в ответ тебе, а чтобы просто ты сидишь, ничего не сделал, ни конфету не купил, ни денег не дал. А ребенок подошел, обнимает тебя и говорит, я так тебя люблю. Есть такие люди, которые этого хотят, и никто не хочет. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, я не один. Хотя мои дети это говорят мне, пусть Бог будет советовать тебя. Слава Богу. Попрошу вас встать на ноги. Знаешь как, Бог готовил для Иисуса, Бог для нас тоже, этот год уже приготовил. Он уже начертил свои планы. Здесь однозначно есть бизнесмены, которые построили свои планы. Так, в марте я покупаю еще пару инструментов, покупаю новый станок, буду производить больше и так далее и тому подобное. В июне сделаю то-то. Мы строим свои планы, правда? Мы создаем скелет для этого года. Бог для каждого из нас строит свои планы для этого года. Что будет происходить в этом году? Я сейчас хочу молиться, чтобы исполнились имени планы Божьи в вашей жизни. Не то, что мы, допустим, спланировали, не наш сосед или там дьявол, но то, что Бог планирует в нашей жизни. Потом мы будем молиться. Не буду звать вперед, но будем молиться за то, чтобы получили все исцеления. Поэтому попрошу после этой молитвы, чтобы еще одну молитву совершили, возложите руки свои и будем молиться. Но сейчас я хочу молиться, чтобы планы Божьи были из вашей жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный. Твои пути совершенны, Господь. Твои решения идеальны, Господь. Я прошу тебя, Святой Отец, за каждого человека в этом зале и тех, которые слушают нас в интернете. Я прошу тебя, Великий Отец, чтобы этот год не по нашей воле, не по нашему хотению, не тем более не по хотению дьявола, а чтобы в нашей жизни исполнилось именно то, те планы, которые Ты приготовил, Господь. Весь этот год, Господь, пусть мы пойдем по тому пути, который Ты предупредил, Господь. Чтобы мы получили те благословения, которые Ты решил, чтобы мы видели те чудеса, которые у Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Благословляю и приглашаю год Иисуса. Год исполнения путей Иисуса в жизни каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава, 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 Господа возлюбленный. Слава Богу. Это год Иисуса возлюбленный. Слава Богу. Слава Богу. Слава Господу. Знаешь, когда ты ходишь к кому-то на день рождения, или, допустим, у члена твоей семьи день рождения, даже если он что-то сделал, тебе не нравится, ты говоришь, да ладно, сегодня его день рождения, пусть все ему нравится. Пусть сегодня все будет так, как ему нравится. Послушай внимательно. Это год года Иисуса. Сделай так, чтобы ему все нравилось. Хорошо? Сделай так, чтобы ему все нравилось. Пусть тебе будет не так приятно. От пары грехов откажись. Пусть главное ему нравится. Не сплетничай, пусть ему нравится. Потерпи. Не завидуй, пусть ему нравится. Чтобы он сказал, какой хороший год ты мне подарил. У нас никогда не было такого года. Сделай так, чтобы ему все нравилось. Слава Господу. Слава Богу. Сейчас я попрошу тебя, возлюбленный. Я попрошу тебя, если у тебя что-то болит, год только начался, давайте ожидать чудеса. Если у тебя что-то болит, есть какая-то проблема со здоровьем, если ты можешь возложить руку, то возложи руку, если не можешь, то мысленно положи руку, не знаю. Мы помолимся за эту нужду, чтобы Господь дал решение. Наш Бог верен. Те, которые наблюдают за нами в интернете, вы тоже можете молиться за то место, которое вас болит. Отец Небесный, Господь, мы наш год вручили Тебе. Мы прошим Тебя, Господи. Положи свою руку, Господь, на то, что у нас болит, на всякую проблему. И удали это от нас, Господь. Удали всякие оковы, болезни и боль из жизни моих братьев и сестер, тех, которые здесь находятся или которые наблюдают в интернете, во имя Иисуса Христа. Я запрещаю дух болезни действовать в вашей жизни. Я запрещаю всякие неправедные, нехорошие силы в вашей жизни. Пусть исчезнет это из ваших семей и из вашей жизни. Пусть во имя Иисуса Христа будет благословение, радость, любовь, мир Божий. И я приглашаю мир Божий в ваших семьях и в вашей жизни. Будете исцелены, будьте исцеленные, будьте радостны, будьте довольны во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава, слава, слава нашему Господу возглавленных. Слава всемогущему Богу. Слава Богу. Он достоин. Слава, слава, слава Господу. У нас сегодня причастие. Но до того, как мы перейдем к причастию, нам нужно сделать еще некоторые вещи. В конце у нас будет угощение. Так что терпи. Все будет хорошо. Терпи. В этой жизни, знаешь, на самом деле, во многих ситуациях нужно просто терпеть. Просто терпеть. Очень многие люди многого лишились из-за того, что торопились, а не терпели. На это даже не нужно сториться. Нужно просто потерпеть. Так что просто терпи. Слава Господу. Хочу сказать нечто важное. На следующей неделе я буду говорить слово на год. Я буду проповедить об этом, что нас ждет в этом году. То есть, в каком направлении мы пойдем, о чем будем говорить. Скажу вам так, будет прекрасный год. Прекрасный. Потому что нас Господь прекрасен. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Но сегодня я хочу говорить о дивизе. Помните, у нас были разные дивизы в разных годах. Идем вперед. Потом бежим вперед. Потом побеждаем двигаемся вперед. В этом году у нас тоже есть девиз. И этот девиз я не сам придумал. Так сказала Мария. Мария, Матерь Иисуса. Она сказала. Я сегодня даже удивился о том, что об этом дивизе сегодня пели. Я говорю, Анна, а вы что, знали про девиз? Она говорит, нет, эта песня была уже месяц назад решена. То есть, у нас есть уже девиз, который написан. Я посчитаю это место. Луки 1, глава 49 стих. Мария говорит, когда приходит к своей родственнице, она говорит, потому что всемогущий совершил такое великое дело для меня, его имя свято. Девизы этого года возлюблены, всемогущий творит великие дела. Аминь. 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 Всемогущий творит великие дела. Возлюблены. Мы двигались вперед, шли вперед, бежали вперед, побеждали. В этом году он будет творить великие дела. Ты сам удивишься. Именно в твоей жизни. Великий творит великие дела. В этом году Бог и сам будет отвечать тебе, возлюбленный. Слава Господу. Боксай вас Господь. До того, как мы перейдем к причастию, я хочу задать еще один вопрос. Брат Мамвелл уже задал этот вопрос. Хочу еще раз спросить его. Кто в первый раз сегодня? Если кто-то в первый раз, протяните руку, мы приветствуем тебя. Пусть Бог благословит вас. Да благословит Господь. Я прошу вас, любленные. У нас сегодня будет вечеря Господня. Но есть молитва, которую мы должны совершить, иначе мы не сможем вместе принимать причастие. Поэтому если ты в первый раз... Прошу вас, пропустите их, пожалуйста. Те, кто в первый раз, пройдите сюда вперед. Мы познакомимся и помолимся вместе. Благословит Господь. Давайте похлопаем Господу за них. Встаньте сюда. Встаньте сюда. Вот так вот встаньте сюда. Слава Господу. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Благословит Господь каждого из вас. Благословит Бог всех вас. Вы герои сегодняшнего дня. Проходите, проходите вперед. Встаньте еще здесь. Еще один ряд продвиньте вперед. Встаньте, как вам удобно. Сегодня ваш день. Как вам удобно, так и стоит. Пусть Бог благословит всех вас, возлюбленные. Благословит Господь всех. Мы ждем. Если в первый раз, проходи, возлюбленные. Сегодня твой день. Слава Богу за вас. Слава Богу. Слава Богу. Слава, слава, слава Господу. Мы будем ждать всех. Слава Богу. Слава Господу. Я не знаю. Там сверху еще спусаются. Наверное, 300-400 человек сегодня в первый раз. Слава Господу. Слава нашему Богу. Слава Господу. Пусть Бог благословит каждого из вас, возлюбленные. Возлюбленные. Если в первый раз, в первый раз такой церкви, и никогда не отдавал свою жизнь Господу, если ты сегодня пришел сюда, у нас есть нечто важное, что мы должны сделать. Мы должны помолиться вместе, которая очень важна. Молитва, которая очень важна. Знаешь, молитва сама по себе, она очень важна. И самая хорошая молитва, знаешь, какая? Когда ты входишь в свою комнату, закрываешь свою дверь, ты и твой Бог. Нет никакой молитвы лучше этого в мире. Иисус сказал, вводи в свою комнату, затвори твой дверь, и там втайне ты будешь молиться, а я явно тебе отвечу. Потому что в своей комнате ты самый искренний. Никого нет, ты и твой Бог. Ты можешь подойти и сказать, отец, ну что происходит в моей жизни? Ты там искренний. Ты никому не хочешь ничего доказать. Но сегодняшняя молитва, в которую я хочу вместе с тобой помолиться, в которую я хочу тебя повести, это единственная молитва, в которой я тебе буду помогать, чтобы ты молился. Почему? Сегодня мы должны прийти к Иисусу и сказать, Иисус, я тебе дарю свою жизнь. Прости за все грехи, которые я делал до сих пор. Я сожалею о них. Я отрекаюсь от них. Потому что когда нет сожаления о грехах, то нет и прощения. Если ты не сожалеешь о тех ошибках, которые ты совершил, какое прощение тебе? Поэтому сегодня мы с тобой придем. Ты придешь сегодня сюда, добровольно. Ты придешь к Господу, я не буду ничего заставлять. Ты должен прийти добровольно и сказать, Господи, прошу прощения за все неправильные шаги, которые я делал. Каждый грешит на самом деле. Кто-то обманывает, кто-то ругается матом, кто-то убивает. Грех есть грех. В Библии говорит, что воздаяние за грех – смерть. Но Иисус на кресте искупил тебя своей смертью на кресте. Тебе остается только принимать ту жертву, которую Он исполнил. Принимать и отрекаться от греха. И Бог очистит тебя от греха. Не имеет значения, что ты до сих пор делал. Как только ты понимаешь Иисуса, с этого момента твои грехи идут на крест. Ты можешь забыть все, что ты делал. Потому что Иисус за это уже заплатил. Он никогда не предъявит нам уже. Но очень важно, чтобы это ты не повторял. И мы будем совершать короткую молитву. Я прошу, чтобы те, которые с нами первый раз, и те, которые смотрят за нас в интернете первый раз, тоже с нами соединились. Мы будем молиться Господа Иисуса, молитвы покаяния. Если ты готов, пожалуйста, закрой глаза и повторяй за мной. И зал нам поможет. Скажи, Небесный Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Дорогой Иисус, я прошу прощения за все грехи, которые я совершил. Я отрекаюсь от них. Я верю, что ты был распят, умер, и на третий день ты воскрес, чтобы избавить меня от моих грехов. С сегодняшнего дня я отдаю тебе свою жизнь. Приди и царствуй моей жизни и крести меня своим святым духом. ты мой Господь и мой Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава, слава, слава нашему Господу. Пусть Бог благословит всех вас. Знаете, Слово Божие говорит, что если кто-то совершает эту молитву с верой, то его имя записывается в книге жизни. Не из-за того, что он был достоин. Ни один из нас не был достоин этого. Все, что исполнил, это сделал Иисус на кресте. Потому что мы принимаем Его жертву и поэтому мы удостаиваемся этой чести. Из-за наших красивых глаз или на то, что мы сделали. Нет. Иисус подарил тебе спасение бесплатно. Ты сегодня перед небом и землей бесплатно принял это спасение. Храни это. Это самая дорогая вещь на небе и на земле. Это спасение, которое нам дал Бог. Ничто в этом мире, ничто, не меняя, не обменивая, не променяя на то, что дал тебе Господь. Дьявол тебе будет предлагать разные удовольствия, ничего не променяя на небесное. Пусть Бог благословит тебя. Пусть мир Божий будет на каждом из вас, на ваших семьях. Пусть будет разрушено всякое проклятие и колдовство от вас и от ваших семей. Во имя Иисуса Христа пусть будут благословения, начиная с сегодняшнего дня, как ливень наполняют ваш дом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу, возлюбленное. Сегодня есть важная вещь, которую мы должны сделать. Мы хотим оказать тебе сугубую честь, чтобы вы первыми приняли причастие. Поэтому я попрошу вас, насколько возможно, возлюбленные, чуть-чуть отойдите, чтобы поставили столы для причастия. Просто немного. Прошу вас тоже, встаньте туда, чтобы здесь поставили столы для причастия. Я прошу, чтобы группа порядка вынесла столы. Те, кто в первый раз, скажу вам, что мы будем делать. Я сейчас буду говорить о причастии. Потом вы подойдете, возьмете хлеб, возьмете вино, пойдете туда и там в конце примите. Там хлеб и вино. Это тело и кровь нашего Господа. Сейчас я прочитаю об этом. Это слова Иисуса. Смотрите, для этого мира Он говорит странные вещи. Иоанна 6 глава с 53 стиха. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь жизни в себе. Представляете, да, Он людям говорит, что если не будете пить Мою кровь и есть Мое тело, то не имейте жизни. Это странно было, они ничего не понимали. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеют жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей это есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Знаете, Иисус Самарянке сказал, кто будет пить эту воду, не возраждет вовек. А здесь говорит, кто будет есть этот хлеб, то будет жить вечно. Христос своим телом на кресте Голговском своей кровью заплатил цену за нас. Это обычный хлеб и обычный напиток винный. Это как вино, но там нет алкоголя. Это обычное на самом деле. Но мы благословим, чтобы когда мы будем принимать, это было для нас плоть и кровь нашего Господа. Почему мы так делаем? Потому что, когда ты принимаешь Господа, то Христос в каждом из нас. Мы все становимся одним телом нашего Господа, потому что Иисус в нас. Когда ты принимаешь Его кровь, ты перед духовным миром говоришь, Иисус пролил свою кровь за меня, за мое спасение, и я под защитой Его крови, держишься от меня подальше дьявол. На самом деле, причастие имеет очень глубокие символы. Это не просто хлеб и вино. Когда ты принимаешь, это уже плоть и кровь нашего Господа. Когда ты принимаешь, то переживи вот это, что Иисус именно пришел и обнял тебя. Многие люди, когда принимали правильно причастие, получали исцеление. Мгновенно оставляли их бесы. Если ты остановишь, глубокое понятие причастия, когда Бог может многое поменять в твоей жизни именно в момент принятия причастия. Аминь. Поэтому я попрошу, чтобы зал протянул свои руки, мы благословим, и потом можем принимать. Отец Небесный, мы приводим к тебе этот хлеб и это вино и просим твоего благословения, Господь, опусти свое благословение на наше вино и на наш хлеб, чтобы, принимая это, мы принимали твою кровь и твое тело. Мы просим тебя, Господи, благослови эти дары. Перед небом и землей мы приглашаем это все святым причастием. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Я прошу, чтобы служители прошли на свои места. Иисуса Христа.